МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восемь вечера в Украине на Интере подробности. Студия Алексей Лихман. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осколки режима тишины. Подробности пробрались на огневые позиции украинских военных. Не лечило, а окалечило. ГПО обвиняет экс-министра Богатыреву в смертных грехах. Съешь вареник, одень солдата, как израильтяне на украинскую армию сбросили. Гонконгские тетушки и поход на местное Межигорье. Революция зонтиков набирает обороты. Вареники, сало, горилка, а еще сувениры из Украины. Это все для того, чтобы помочь нам, нашим солдатам. Подробности смотрите у Сергея Ауслендера. Над тенистой улицей Петахтик выреют флаги Израиля и Украины. Звучат, сплетаясь многоголосый гомон, мова, ивриты, русский. Такой сегодня день. Украинская община проводит акцию «Съешь вареник, одень солдата». День украинской кухни в Израиле, день солидарности с украинскими военными, день украинца. В общем, как хотите, так это и назовите. Но уж точно не вызывает никаких сомнений, что сегодня вот это самое украинское место в еврейском государстве. Вот он шанс для местных жителей, чья кухня отличается от украинской, как небо от земли, попробовать настоящих вареников с картошкой или бутерброд с салом, в придачу к которому еще и рюмку поднесут. И хотя вся еда по иудейским понятиям совершенно неправильная, то есть ни кошерная, никого это особо не смущает. Ради дружбы народов можно и о правилах не вспоминать. Опять же, вкусно. У меня девушка из Украины очень любит свою страну, а я люблю ее, так что мне теперь не все равно, что там происходит. Организовали все это члены группы «Израиль поддерживает Украину». В свое время они участвовали в создании воздушного моста, по которому сюда перебросили тяжелораненых на Майдане. Собирали деньги и экипировку для военных. Теперь вот угощают варениками. Платишь за вход, дальше ешь сколько душе угодно, а собранные деньги пойдут на нужды украинских солдат. Мы объявили акцию для того, чтобы собрать средства и закупить необходимые вещи. Это военная форма, это специальное термобелье. Мы уже нашли поставщиков для этих товаров. И точно так же мы попросили людей, у кого есть возможность принести какие-то свои вещи. Теплые из дома. Так же для детей, для интерната, для детского дома, который находится в зоне АТО. Сувениры, флаги и флажки, карты Украины, единые и неделимые, расхватывают еще быстрее, чем вареники. А вот такие еврейские вышиванки, продукт местных умельцев, пользуются особым спросом. Маленькая корчма на тихой улочке израильского города всех желающих вместить не может, но вмещает. Сергей Услендер, Алена Боярская, подробности, телеканал Интер, Израиль. Ну а в самой зоне АТО снова нарушается режим прекращения огня. Наиболее напряженной была ситуация возле Дебальцево и ближайших населенных пунктов. У Андрея Лоща. Давайте узнаем, как прошел день в Луганской области. Андрей, здравствуй. Какие у тебя самые последние новости? Алексей, ночью луганские террористы один раз нарушили режим тишины, обстреляли блокпост неподалеку от поселка Гиевка. Ранен солдат над Старобельском, Мостками и Орехово. Этой ночью летали вражеские беспилотники. Иногда постреливают ребята с той стороны, ополченцы так называемые. Ну сейчас вот вроде потише стало. Ночевать, конечно, намного спокойнее в тишине. Ну, тем не менее, все смотрят в оба. Военные говорят, боевики используют режим прекращения огня. Для наращивания огневой мощи есть время и для того, чтобы закрепиться на занятых позициях. Работают и диверсионно-разведывательные группы террористов. Кроме того, вчера около шести вечера, прямо во время нашего прямого включения, боевики пытались спровоцировать военных на огонь. Украинские солдаты тем временем занимаются укреплением собственных рубежей. В наиболее уязвимой точке Луганской области прибывает техника для обороны. Для минимума солдаты снизили вероятность окружения боевиками города Счастье. Кроме того, армейцы помогают местным восстанавливать инфраструктуру. Теперь вот жители Перевальского и Старого Айдара могут пользоваться переправой. Машину-то бросал там у тетки, а сейчас, слава богу. Спасибо большое. Слава богу. Дай бог здоровья тем, кто это сделал. Жители близлежащих сел без преувеличения умоляют украинских военных не отступать, несмотря на сложную ситуацию с деньгами. Несут солдатам поесть, пакетами отдают яблоки, конфеты. Помогают также теплыми вещами. Это самые последние новости к этому часу, Леша. Мы остаемся в Луганской области. Спасибо за работу, коллега. Это был Андрей Лащ. Он продолжает работать в Луганской области. Жизнь в оккупации. Нет воды, нет денег. Сегодня утром еще и связь пропала. Вот что рассказывают те, кому мы все же смогли дозвониться. В городе так относительно спокойно. Чего-то такого сильного каких-то переселок, ничего не слышали. Зарплат нет, пенсии нет. С утра не было связи. Так, в принципе, воды нет. Даже холодной нет. Уже больше 85 дней нет воды. Но мы сильно не ходим никуда. Только с утра на работу и домой. Сегодня с утра по городу были видны большие передвижения военной техники. Во дворах танки, БМП. Куда-то везли грады. Очень много машин с личным составом. Эта техника была российская. По некоторым слухам, вроде бы террористы ожидали атаки вооруженных сил Украины со стороны Песок, населенного пункта и со стороны аэропорта. По другой информации, что террористы сами планировали организовать еще одну атаку на аэропорт. И мы продолжаем следить за ситуацией возле Мариуполя. Что там происходит? Давайте узнаем у Эльвины Сеид-Булаевой. Эля, здравствуй. Какая обстановка в городе и в окрестностях? Вот что ты наблюдаешь? Да, Алексей, под Мариуполем в районе сел Павлополь. Коминтерного вновь был открыт огонь. Над Сартаной замечена вражеская воздушная разведка. Ситуация на передовой остается напряженной. Ночью был обстрел в Новотройске. В Новотройске это село входит в так называемую буферную зону. Обстрел уже с прямого автоматического оружия. Были ранены, мы выезжали, забирали раненых бойцов, отвозили в больницу. Вокруг Мариуполя наблюдается скопление сил противника. По словам военных, возможно, террористы готовятся штурмовать окраину города. К Волновалхе боевики стягивают силы и тяжелую технику. Со стороны Донецка заехали две гаубицы и пять танков. Пять танков еще видели в районе Еленовки уже блокпост с танками здесь стоит. И, соответственно, еще одна группа, порядка 50 единиц боевой техники. Несмотря на напряженную ситуацию на окраине Мариуполя, Министерство внутренних дел приказало батальону оставить свои позиции и ехать в столицу. Однако военные уверяют, если они пойдут с позиции, то на их места придут сепаратисты. Таким образом потеряют часть украинских земель. И поэтому оставлять свои позиции они не намерены. Часть батальона останется в Мариуполе. Если мы бросим сейчас эту позицию, то, соответственно, мы потеряем полностью район Волновахи. И, соответственно, дальше мы пустим российские войска, оккупантов на Мариуполь. Вот. То есть нашим командирам и всем подразделениям было принято решение основную боеспособную часть нашего батальона все оставить здесь для защиты Волновахи. Сегодня мы побывали в буферной зоне. Село Бугаз находится в серой зоне. С одной стороны, территорию контролируют наши военные. В нескольких километрах от села в сторону Донецка. Это уже территория подконтрольна ДДР. Местные жители рассказывают, что уже научились различать залпы тяжелых орудий. Здесь проживает полторы тысячи человек. Но из села массово никто не едет, потому что некуда. Уже просто все знают, что такое град, что такое пушка, что такое автомат. Ну, грады были, да. Было очень сильно слышно. Такое ощущение, что над домом пролетали. Такая ситуация, такая картина сегодня была на границе между так называемой ДНР и украинской территорией. Алексей? Спасибо, Эля, за работу. Это была Эльвина Сейдбулаева с новостями из-под Мариуполя. Правда ли, что Ангела Меркель хочет ослабить санкции против России? Или это все же не правда? Правда ли, что немецкие политики призывают вернуть Россию в большую восьмерку? Или все же не правда? Все выясняла Татьяна Лагунова. Германия подумывает о смягчении санкций против России. Эту новость сегодня растиражировали многие европейские СМИ. Со ссылкой на немецкий таблоид Bild, который в свою очередь ссылается на хорошо информированные источники в правительстве. Такая информация на страницах таблоида действительно есть, но немного в другом ключе. Мол, на днях Ангела Меркель встречалась с ближайшими саратниками и дала понять. В недалеком будущем отношения между Россией и Германией могут потеплеть. Но только при выполнении двух условий. Первое – это стабилизация обстановки на Донбассе. И второе – переговоры о статусе аннексированного Россией Крыма. До этого о пересмотре санкций не может быть и речи. Такая же позиция и у министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера. Более того, в немецком МИДе прямо говорят, Европа должна быть готова к введению новых санкций на случай, если Россия не прекратит агрессию против Украины. Впрочем, есть у Владимира Путина в Германии верные друзья. Например, баварской политики депутат Гундестага Петер Гаувайлер. Тот самый, который призывал Запад не изолировать Северную Корею и не помогать странам Евросоюза, переживающим финансовый кризис. Так вот, он предложил принять Россию назад в Большую Восьмерку и пригласить Путина на саммит, который состоится летом следующего года в Германии. Но все его заявления не больше, чем популизм. Кого куда приглашать, решает не Гаувайлер и даже не Ангела Меркель, а как минимум лидеры всех стран-членов организации. Татьяна Луганова, Вячеслав Хролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. «Проснись Европа» — это название статьи финансиста и филантропа Джорджа Сороса в New York Review of Books. Почему он призывает европейцев очнуться и чем может помочь, знает Дмитрий Еловский в Вашингтоне. Здесь уже второй день обсуждают статью 84-летнего гуру инвестиций. Сорос вообще не так часто пишет для прессы, поэтому в Америке внимательно следят за каждым его словом. Финансист призывает Европу наконец очнуться от иллюзий по поводу России, утверждает. По сравнению с Евросоюзом, Москва-то оказалась более фактически гибкой и щедрой на сюрпризы, которые отнюдь не всегда бывают приятными. Номер 30 по всемирному сброске Forbes призывает немедленно инвестировать в Украину. На начало около 20 миллиардов долларов, в случае необходимости увеличить размер выплат. Эти деньги, по мнению Сороса, сделают Украину более независимой от России. А если ЕС спасет Украину, то спасет и себя. Сорос вообще имеет богатый опыт работы с россиянами. Он поддерживал многие демократические проекты в 90-е, инвестировал и в науку. Делают финансисты довольно важный прогноз на период после выборов Раду. По мнению инвесторов, Путин предложит Порошенко выгодные условия поставок газа в обмен на своего человека на посту премьер-министра страны. Далее стоит ожидать сухопутного коридора из России до Крыма и Приднестровья. Об этом тоже пишет Сорос. Еще одна разменная монета – это помощь Путина в борьбе с исламскими террористами ИГИЛ. Кремль пока что не вмешивается в ситуацию. Возможно, выторговывает себе нужные условия. Мол, вы нам карбланш на Украину, мы вам так и быть поможем разобраться с исламистами. Что касается санкций, то Сорос считает, что Европа и Америка слишком мягкотелы в этом вопросе. И кроме давления на Россию, необходимо еще и оказывать помощь Украине. Еще комментарии к этому материалу на сайте издания очень разные. Кто-то пишет, что Сорос прав. И поразительно, что кому-то может нравиться шовинизм и агрессия Путина. Но есть и скептики, а может быть и вовсе боты. И пишут, если Сорос – это противоядие от Путина, то такое противоядие может быть гораздо хуже, чем сам яд. Но как бы то ни было, к мнению этого человека, элиты обычно прислушиваются по обе стороны океана. И ждать реакции на эту статью остается совсем недолго. Дело лишь то, какой будет эта реакция. Дмитрий Ивловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро Телеканал Интер. Узкий круг, широкий круг. В общем, круг. В Сочи сегодня очередная встреча так называемого дискуссионного форума «Валдай». Путин и его ярые приверженцы обсуждают политику, экономику, ну и, конечно же, Украину. Аннексию Крыма глава России назвал легитимной. Референдум под дулами автоматов законным. Глава российского государства еще решил поиграть в миротворца. Сказал, что ситуацию на востоке Украины нужно разрешить дипломатическим путем. А вот как там заблудились российские дипломаты на танках, он не ведает. Ну а потом Путин решил пожурить западные СМИ. Вот так. Тотальный контроль над глобальными средствами массовой информации позволял при желании белое выдавать за черное, а черное за белое. В условиях доминирования одной страны и ее союзников, или по-другому сказать, сателлитов, поиск глобальных решений зачастую превращался в стремление навязать в качестве универсальных собственные рецепты. Ничего схема не напоминает? Да-да, это больше напоминает кремлевский стиль. И многие это заметили. А вот что заметила Москва, и о чем она сегодня гудела. Это далеко не Путин, знает наш московский корреспондент Данил Русаков. Пока путинские технологи клепали заготовки для Валдая в Сочи, Москва шумела совсем по иному поводу. Очередной спецоперацией, полностью провальной. Сотрудники ГАИ ночью пытались остановить аудио А8, и еще как пытались. Но по официальной версии вообще ничего не было. Хотя, судя по этим фото, шоу все-таки удалось и на славу. Поврежденными и побитыми оказались как минимум 8 автомобилей. Полицейские устроили так называемый живой щит прямо на московской объездной автодороге. За кем гнались и кого останавливали, неясно. Очередец событий Влад Яковченко, проторчав пробки, все-таки решил поделиться своими впечатлениями в фейсбуке. Фотографии сделаны им же. По словам водителя, стражи правопорядка останавливали, как ему показалось, гастарбайтера. Он был за рулем автомобиля Ауди и, по всей видимости, под шофе. За слон из машин и людей растолкал без особого труда. Ему даже не пришлось покидать салон А8. На полицейских, что кружили вокруг него с автоматами, отвлекаться он почему-то не стал. Несколько маневров зад-вперед и его след простыл. Люди в погонах бросили след и, по словам очевидца, полицейских вообще не волновало. Если пострадавшие, примечательно, что злополучную Ауди через несколько часов все же нашли. На обочине и с простреленными шинами гастарбайтер испарился. Приехавшие на место событий новые полицейские убеждали. Люди в погонах не настоящие. Хорошо не сказали, что они заблудились. Никакой спецоперации и в помине якобы не было, никаких живых щитов не создавали. Что делать с поврежденными автомобилями, они, кстати, тоже не знают. И знать, видимо, не хотят. Не со своего же кармана платить. Так устроена Москва. Хоть и хочет выглядеть по-европейски, но все равно как-то получается Азия. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер. Коктейли Молотова, тетушки и поход на китайское Межигорье. Майдановские мотивы в гонконгских протестах у Светланы Чернецкой. Революция зонтиков в Гонконге все больше похожа на украинский Майдан. Здесь уже первые коктейли Молотова и первые пойманы тетушка. Горючая смесь, правда, так и не взорвалась. Бдительные протестующие вовремя заметили непонятные действия мужчины и связали его. До прибытия полиции провокатор уже был без сознания. То ли испугался возмущенной толпы, то ли получил за провокацию. Полицейские так и не объяснили мотивы и личность задержанного. В последние дни властимущие вообще не балуют активистов вниманием. Можно сказать, сейчас революция зонтиков на этапе полного игнорирования чиновниками. Поэтому протестующие становятся активнее. Впервые состоялся и поход в местное Межигорье. Конечно, до поместья беглеца Януковича этому зданию далеко, как и, впрочем, его хозяину, главе правительства Гонконга Лян Дженнину, до самого Януковича. Разгневанные люди топтали фотографии Дженнина, упрекая в том, что он подстилка Китая. Мол, должен был вместе с жителями Гонконга отстаивать право на демократические выборы, а не поддакивать пекинской портократии. Это невиданной смелости акция. Тоже осталось без внимания власти. Мы пообщались с основателем протестного движения Джошуа Бонгом. Это некий гонконгский Мустафа Найем. Это он 26 сентября позвал людей на улицу выступить против навязанных Китаем изменений к выборам. Его еще называют первым зонтиком революции. Удалось главное привлечь внимание всего мира к нашему протесту и тем самым заставить Компартию пересмотреть свою политику в отношении Гонконга. Впрочем, мы четко видим, что сейчас правительство ничего не делает. И сегодня стало известно о черном списке Китая. В него вошли 47 гонконгских звезд, поддержавших протест. Эти певцы, артисты и актеры не смогут выступать на материке, а всем китайским СМИ запрещено даже упоминать их имена. Конечно, официально о таком запрете не сообщали, но существование черного списка подтвердило руководство одного китайского государственного издания. И наверняка они случайно на материке убрали всю рекламу с мегазвездами кино Чо Юнфатом и Энди Лао. Кстати, под горячую руку Компартии попал и американский саксофонист Кенни Джи. Он имел неосторожность сделать селфи на фоне палаточного городка. МИД Китая в ответ попросил иностранцев воздержаться от поддержки незаконного движения. Музыкант так перенервничал, что удалил фотографию со своей страницы и запостил сразу семь сообщений, что, мол, на Майдане оказался случайно, протест не поддерживает и вообще не знает, за что там сражаются. Кенни Джи дико популярен в Китае, ежегодно проводит масштабные туры и, конечно же, не хочет ссориться с Компартией. Правда, юных гонконгских фанатов после этого он точно потерял. Похоже, навсегда. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, телеканал Интер из Гонконга, Китай. Когда будут вакцины, за какие деньги их закупят и закупят ли вообще? Причем тут выборы и сколько в них коррупции? Смотрите нас дальше. Аброк ЕС. Великобритания шокирована. Касса Евросоюза обойдется ей еще дороже. Загадочная смерть. Из-за чего покончил с собой партнер Строскана. С тем по заслугам. Кого наказала УЕФА за срыв матча в Белграде? Лекарства в больницах будут, уже рапортуют в Министерстве здравоохранения. И тендерные закупки, и заключения договоров практически завершены. Также в медучреждениях провели инвентаризацию. И сейчас перераспределяют медикаменты туда, где их не хватает. В этом помогут Грузия и Канада. И вот что говорят их оппоненты. Мы, оппозиционный блок, заставили, наконец-то, это антинародное правительство найти деньги на то, что мы говорили уже, наверное, не один день и не одну неделю. Мы будем следить за тем, чтобы они не разворовали эти деньги, как обычно, и чтобы эти деньги дошли к людям. И это правительство однозначно должно уйти в отставку, потому что он не обращает свои взоры на то, что людей беспокоит. А вот бывшего министра здравоохранения объявили в розыск. Генпрокуратура подозревает Раису Богатыреву в растрате более 6 миллионов гривен. А в СБУ считают ее причастной к фальсификации лекарств. Речь идет о подпольных лабораториях, которые существовали в том числе и в подвалах Минздрава. Ранее суд арестовал имущество мужа Богатырева. Это три квартиры в Киеве, апартаменты в Ялте и три дома в Киевской области. Укрнафта должна уже почти полтора миллиарда гривен ренты. Это свидетельство государственной фискальной службы. Крупнейшая нефтедобывающая компания страны не платит за пользование недрами с лета. При этом успешно сбывает нефть. Почему группа «Приват» не отдает стране долги, налоговики просят разобраться в прокуратуру и не исключают. Могут арестовать имущество предприятия. Но тем временем Днепропетровский губернатор, вернее его подчиненные, спеивают билборды своих оппонентов, в частности из оппозиционного блока. Вот что сегодня по этому поводу сказал сам господин Коломорский. Сегодня в 12 часов уже все билборды должны были быть сняты. Может у них так было много билбордов, что они заранее начали спиливать сами, чтобы не просрочить время. И вот прямо сейчас мы сообщили, что в Днепропетровске вместо 34-го канала вещает другой канал и крутит рекламные ролики команды губернатора Коломойского. Это факты. И гостю нашей студии Александру Вилколу. Здравствуйте. Вы хорошо знаете нравы Днепропетровского губернатора. Так скажите, кто все же пилит билборды в Днепропетровске? На что все это похоже? Добрый вечер. Вместо того, чтобы заниматься спасением экономики, власть просто по беспределу воюет с оппозицией, потому что оппозиция говорит людям правду, потому что оппозиция защищает людей. И самое главное, потому что мы уже вышли в промышленных регионах нашего государства, таких как Днепропетровская область, на первое место. Спилили более 500 бигбордов еще неделю, две недели назад. По беспределу. Ночью бригады подъезжают и просто спиливают. Простых ребят, агитаторов на улицах, ловят, избивают. Вот несколько дней назад несколько из таких ребят отвезли на кладбище и заставляли самим себе копать могилы и рассказывать. И при этом рассказывали, что если они будут продолжать поддерживать оппозиционный блок, А вот эти факты, которые сейчас всплыли в интернете, одели же округов, в частности, и на востоке Украины. Есть записи разговоров у Коломойского с одним из политиков, давайте будем его называть. Эти факты подтверждаются или нет? Знаете, они готовятся к фальсификации, к такой тоже очень грязной фальсификации. Например, всеми правдами или неправдами, практически во все окружные комиссии, на должности системных администраторов, это те работники, которые через компьютер передают в Центрисбирком данные. Позаводили своих людей, например, в округ Днепродзержинске, баллотируется директор Азота, завели на должность системного администратора, который передаст данные работника этого предприятия, тоже Азота. Хотя люди там поддерживают Константина Бузенко. Я понимаю, да. Классический случай. Смотрите, какой у меня к вам вопрос. Вы строите свою рекламную кампанию, предвыборную, на критике правительства. Критикуете нещадное, должен отметить. А вам есть что предложить? Вы готовы реально зайти в парламент и взять на себя ответственность? Или это снова предвыборное обещание? Вы знаете, у нас не рекламная кампания, как раз оппозиционный блок, единственная политическая сила, которая не предлагает там пустую такую воинственную риторику, а предлагает конкретную программу. Если говорить про производство, про промышленность, про нашу экономику, что если оппозиционный блок сразу, очень резко, в новом парламенте не начнет реализовывать антикризисную программу, то у нас промышленность будет дальше падать, уже на 20% она обвалилась, и курс долларов будет 25, они к этому готовы. Оппозиционный блок реализует комплексную программу, очень реалистичную подъема производства. Это имеется в виду всей отрасли. Отдельная металлургия, машиностроение, судостроение, угольная промышленность. Мы защитим тем, кому сейчас сложнее всего, это украинские семьи. Запрет на повышение коммунальных тарифов, запрет на повышение цен на продукты питания. Это индексация пенсии и заработных плат на уровень реальной инфляции, на падение гривны. И, конечно, это отмена пенсионной реформы, которая не дала людям ничего, кроме горя и разочарования. Спасибо вам за эти ответы. Знаете, я хотел сказать еще один вопрос. Я провел... Только очень коротко. Очень коротко. Я провел за последние три недели сотни встреч, встретился с десятками тысяч людей. И люди не просто обеспокоены, а просто шокированы. То есть ситуация, которая есть в религиозной жизни нашей страны, когда при поддержке власти, при поддержке милиции захватывается церковь украинской канонической православной церкви, то это просто шок. И, вы знаете, это противостояние может быть посерьезнее любого другого. Потому я обещал людям сказать, и мы это сделаем. Не просто сказать, но и сделать. Мы в Новой Верховной Раде примем закон, который запрещает насильственный переход храмов из одной конфессии в другую. Это важнейший вопрос. Люди вас услышали. Я думаю, спасибо за ответы. Это был Александр Вилкул, кандидат в народный депутат, оппозиционный блок. Мы продолжим выпуск. Черкассы. Пока местные политики в городе делят стампортфели и плетут интриги практически в центре города. Трещит дом в прямом смысле слова. Давайте посмотрим. По строительным меркам, этой высотки не так уж и много. Ее сдали в эксплуатацию 14 лет назад. Но дом уже сыпется. Огромные трещины прошили стены от основания фундамента и до самой крыши. То есть, вы видите, сжатый. Вот она идет из-за трещины. И пошла она вот-вот-вот. И детская у нее, и вот эта колькная списть. Жильцы 14-этажного дома засыпают и просыпаются под треск стен. И так уже 10 лет. Столько же отпискам чиновников. Сколько можно? Уже комиссии у нас эти закалимали. Одна за другой. А решения никакого уже нет. Высотку строили разные подрядчики. Ее несколько раз перепродавали. В итоге квартиры людям продало предприятие, которое достраивало дом. На ремонт нужны деньги. Почти миллион гривен. А их нет. Местные власти средств не выделят. Что на сегодняшний день власть на Камьячаркасу будут материалы, то они ответственны на то, что необходимо там работать. Это предприятие уже майже банкрот. И разраховывать нас на то, что сам он будет всю работу выполнять, майже не какие-то шансы он у нас. Жильцам советуют создать ОСНД. Объединение совладельцев многоквартирного дома. Тогда им выдадут единовременную помощь. А так чиновники просто отмахиваются от проблемного дома. Сегодня за участью громадских организаций, за участью мешканцев, за участью людей, которые досвечены, фахивцы, знают проблематику этого вопроса, его нужно превратить до него увагу. Иначе оно никогда не вырешится. А небезопасность большая. На следующей неделе общественники будут продавливать эту проблему на сессии горсовета, чтобы высотку все же приняли на баланс города и местные власти несли за нее ответственность, если они власть. Леонид Аборин, Николай Смирнов. Подробности телеканал Интер. Черкассы. Теперь Львов. Проблемы там старые. Все обещали их решить. И вот как решили. Посмотрите в сюжете Андрея Кравца. Львовский район Сыхев – это скопление многоэтажек. Здесь много молодых семей и куча детворы. Молодая мама Кристина с трудом встала на очередь в детский сад в соседнем микрорайоне. Записалась за год до того, как туда пойдет дочь Соломия. За старшим Володей уже как-то присматривала сама. Но сейчас ей уже нужно возвращаться на работу. В то же время прямо под окнами здание детского сада, почти готовое принять детей. Он был закрыт лет 20 назад. Выбитые окна, местами поврежденная крыша. Нет даже охранника. Сейчас тут пристанище городских бомжей. А молодые родители сидят с детьми дошкольного возраста. Я слышал, что когда сказал, что я должен отновить, а когда-то буду отновить, что там пара садового убийца, а что я не отновлю. Проблема с детскими садами хроническая для Львова. И добиться что-либо от властей невозможно. Мария, жительница улицы Днестровской, говорит, в единственном садике, оставшемся в районе, 180 детей на сотню мест. В то время, как вот этот бывший отдан в аренду неизвестной фирме, ссылаясь на документы, утверждает, арендаторы вырубают деревья и почти не используют помещение. Пан Садовый выступал колись по телебачению и сказал, что он понимает проблему и обовязково садочек будет открытый. Но пришел 2012 год, вместо выполнения обещания, аренду продолжили до 2024 года. Теперь, по неофициальной информации из мэрии, здесь будет чей-то особнячок. Я уже звонила на горячую линию и черный грубой. Вот так и помогайте себе. Андрей Кровец, Константин Григорьев. Подробности. Телеканал Интер. Львов. Вместо миллионных инвестиций, разрушения и убытки, как в Ивано-Франковске, относятся к тому, что принадлежит общине государству. Что с ними происходит? Узнавали наши корреспонденты. Иван Слюсар, директор стадиона «Рух», со слезами на глазах показывает свое детище. Ветхие стены, промокшие потолки – так выглядят некогда гордость Ивана Франковска. Конечно, это проект неприбутковый, это проект социальный, это проект вытратный. Интерес до этого проекта начинает сгасать. Городские власти посчитали, для реконструкции стадиона необходимо 50 миллионов гривен. Денег в бюджете не нашли, зато подыскали инвестора. Фирма Скорзанера, местного бизнесмена и депутата Александра Шевченко, обещала за пять лет полностью восстановить спорткомплекс. Более того, совладелец стадиона обязывался финансировать местный футбольный клуб при Карпатии. Но обещания так и остались обещаниями. Клуб проспался через полгода. Мы все надеялись, что пришел такой потужный инвестор, можно было сказать, который был очень большим рычагом управления и финансирования. Так сталося, что четыре школы у нас есть, а попадать не было куда. За два года инвестирования Шевченко здесь так ничего и не сделал. Стадион вернули в собственность города с огромными долгами. Полмиллиона гривен долги за свет, отопление и по зарплате. В городе уверены Шевченко и дела не было до стадиона, как и до местного аэропорта. Шустрый инвестор его тоже прикарманил. Теперь самолеты летают лишь раз в сутки. Аэропорт должен эксплуатировать компанию, которая налагодит достаточно количества авиарейсов для этого аэропорта и всего нового життя. Позвучить сегодня Ивано-Франкевский аэропорт может быть с другими аэропортами Украины. Надо посмотреть, что будет возвращаться. Обязательно сам факт возвращения должен сопровождаться существенной материальной компенсацией для последующего восстановления эксплуатационных возможностей этих объектов. Уничтожить и потом бросить назад государство без всякой компенсации это преступно и непозволительно. До самого Шевченко дозвониться невозможно. Знает ли правительство о том, что происходит в Ивано-Франковске? Да, наверное, знает, но не видит. Татьяна Петренко, Владислав Тетерев, подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковск. Два гидроагрегата Днестровской ГАЭС запустил президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Черновицкую область. Запуск таких объектов – вопрос энергетической независимости государства. А вот, что президент сказал о предстоящих выборах. Нам треба провести выборы на Буковине и по всей Украине. И обеспечить гарантию выборчих прав тем, кто сегодня живет на Донбассе. Чтобы не бандиты их представляли, а тех, кого борются в соответствии с украинскими законами, с вольным волевиявлением граждан, под спостережением ОБСЕ и всех международных организаций. Последний день предвыборного пиара. В воскресенье уже выборы. Где были и что говорили кандидаты в депутаты, смотрите в нашем обзоре, ну и решайте. Освободить Надежду Савченко. Петиция с такой просьбой к Бараку Обаме на сайте Белого дома собрала более 100 тысяч подписей. Мы будем так уж через посла Сполученных Штатов просить президента Сполученных Штатов разглянуть петицию, что до звольнения Надеи Савченко как можно швидше. Я очень рассчитываю, что ключевые лидеры демократического света негально включатся, что до звольнения этой нужной, стиковой, патриотической Украинки. А в 200 округе Черкасской области люди массово несут заявления в правоохранительные органы. Жалуются, что на них оказывает давление и угрожает кандидат в народные депутаты Антон Яценко. Мы видим, что под любым предлогом ведется тиск на мешканцев, на голев сел, на местных голев для того, чтобы любой ценой прийти и стать народным депутатом. Сегодня так же порушено еще криминальное предположение, что касается запуска газа в селе Ладиженко. Приехал в село Ладиженко народный депутат и заявил про то, что он за собственные деньги добудовал этот газопровод. Это народный депутат Украины Антон Яценко. Но на самом деле, станом на сегодняшний день мы уже 23 журнала, то в оселях села Ладиженко люди не отримали газ. Лидер сильной Украины Сергей Тикипко в Каховке на предприятии смотрел, как изготавляют кетчуп. Он против общей системы налогообложения и сельского хозяйства. Это приведет к безработице. Когда мы говорим о сельском хозяйстве, мы всегда должны помнить, что, во-первых, это продовольственно безопасность страны. И не менее важная позиция – это один из самых больших работодателей в стране. Когда правительство, власть пробуют менять какие-то вещи, оно должно быть очень осторожно и аккуратно. И они же разработали стратегический пакет реформ. Они касаются децентрализации, создания инвест-климата и господдержки промышленности. Если в ближайший месяц-два правительство реально не протянет руку индустриальным флагманам, мы очень плохо закончим. Потому что это еще те живые точки, которые подпитывают экономику и дают рабочие места. В Киеве на Абалоне предвыборные страсти. Кандидат в нардепе по 217 округу Киева Владимир Козак уверяет, его оппонент Белецкий говорит неправду о том, что его поддерживает президент. Есть официальный документ Киевской местной организации о том, что ни Киевская местная организация блоку Петра Порошенко, ни ваше стоящие организации нашего блоку не поддерживают такого кандидата. С наступлением Димы о тарифах лидер гражданской позиции настаивает, люди должны знать, за что платят. Новая парламентская коалиция мает ревнувать монополию, олигархию, забезпечить прозорость в формировании коммунальных тарифов и забезпечить качество коммунальных условий. Люди должны платить за то, что они получают. Никаких взбитков не должны на них списываться. Из-за чего покончил с собой партнер Строскана, один из богатейших людей Франции и ведущий финансист страны. Подробнее об этом София Гордиенко из Парижа. Я больше финансист и менеджер, человек сделок. В этом интервью трехлетней давности Лейн само воплощение уверенности в себе, еще бы один из самых состоятельных иудеев Франции. И теперь вся страна обсуждает его трагическую смерть. Он выбросился из окна своей квартиры в Израиле, в Тель-Авивском небоскребе, знаменитой башни УО. Он прославился еще больше недавним партнерством с экс-главой МВФ Домиником Стросканом. Скандальный политик организовал компанию, которая занималась управлением активами, страхованием и финансовым посредничеством ЛСК и партнеры. Кстати, журналисты французского радио Интер предполагают, что именно ЛСК помогала Кривлевским вонзам обходить американские и европейские санкции. Причины, по которым 48-летний Терри Лейн покончил с собой, до сих пор неясны. Но полиция нашла предсмертную записку, в которой он сообщает о своем желании расстаться с жизнью из-за депрессии и тяжелой болезни. Собственно, своей смертью Терри Лейн подтвердил еще раз неутешительную статистику о том, что финансисты попадают в первую пятерку самых суицидальных профессий мира. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Хорошо живете? Платите больше. Великобританию заставляют отдать в общую кассу Евросоюза почти на 2 миллиарда больше, чем рассчитывали. Все потому, что экономика страны развивается лучше прогнозируемого. Британцы с этим не согласны. Дэвид Кэмерон экстренно созвал совет министров финансов ЕС, которым заявил, платить сверх нормы он не собирается. Но тем временем страна выплачивает огромные компенсации своим собственным гражданам. Вот кому и за что, расскажет Оксана Кундеренко. Почти полмиллиона пунктов стерлингов выплатила служба столичной полиции Лондона женщине по имени Джеки. Ее жизненная история похлеще любого детектива будет. Молодая активистка, борец за права животных. В 80-х годах знакомится с приятным мужчиной, Бобом Робинсоном. У пары завязываются отношения, рождается ребенок. После трех с половиной лет совместной жизни гражданский муж бесследно исчезает. Джеки долго и безуспешно ищет его, и лишь спустя 25 лет натыкается на статью в газете. Боб, на самом деле Ламберт, оказывается полицейским под прикрытием. Рядом со мной был шпион, которому государство платило за слежку. Он следил даже за тем, как я рожала сына. Он был со мной все 14 часов. Интересно, какой доклад он об этом написал? А еще интереснее, что рассказывал своей настоящей жене. В то время у него была семья с двумя детьми. Сына Джеки Боб так и не признал, хотя его другие дети давно умерли. После выхода на пенсию спецагент полиции стал писать книги и преподавать. Рассказывал о том, как внедрялся в протестные движения. И только теперь пришлось извиняться. Не ему самому, а службе полиции. От агента Джеки Заветного Прости так и не дождалась. Зато дождалась денежной компенсации после длительной психотерапии и реабилитации. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Убийственная лень, разоряющий креатив и петушиные бои по-королевски. Об этом и не только в нашем обзоре. Три года за петушиные бои для румынской принцессы. Дочь последнего короля Румынии Ирина Уолкер, более известна как Ирина Крюгер, призналась в организации петушиных боев, а также азартных игр на своем ранчо в США. 60-летняя женщина и ее супруг получили три года условно, а еще должны выплатить штраф 200 тысяч долларов. Холодное оружие против огнестрельного. В Аризоне полиции пришлось застрелить угонщика авто, который угрожал офицером Мачете. А в Нью-Йорке бандит напал на стражей порядка с топором. Одному полоснул по голове, другому по руке, после чего тоже был убит. Декреативились. Швейцарская компания, которая выпускала сливки с изображением Гитлера и Муссолини, грозит банкротство. После поднятого в сети скандала компания начала терять контракты, хотя является единственным в стране производителем лимитированных коллекций упаковок со сливками. Собирать их сейчас в Швейцарии очень популярное хобби. Против селфи, но с твиттером. Британская королева отправила первое сообщение в популярной социальной сети. Сделала это публично с планшета на открытии новой галереи в Музее науки в Лондоне. Сообщение появилось в официальном аккаунте Бритиш Монаке. Тысячи поклонников его мгновенно ретвитнули. Оживить сердце. Такое под силу врачам из Сиднея. Они впервые проверили три успешных пересадки органа и каждый раз использовали уже не бьющееся сердце. Специально разработанный метод позволяет оживить этот орган в течение 20 минут после смерти донора. Самозажигание. Внезапный фокус от шестого айфона. Новый гаджет от Apple проделала дыру в штанах американца из Аризоны, оставив на коже ожог второй степени. Это произошло после того, как телефон деформировался от случайного удара. В компании Apple пока не комментируют инцидент. Лени-матушка-убийца. Каждый шестой британец умирает от отсутствия физических упражнений. Подсчитали в агентстве Public Health England. При этом 63% респондентов подтвердили, не занимаются спортом из-за лени. Сидящий образ жизни так же вреден, как и курение, заявляют в организации. UEFA наказала сборные Сербии и Албании за беспорядки на матче в Белграде в отборочном туре чемпионата Европы. Чем поплатятся команды, а вот чем футбольные чиновники, узнавал Кирилл Евсеев. Фанаты и журналисты до последнего спорили. Делали ставки, какую команду накажут за срыв матча в Белграде. UEFA наказала всех. Албанцам присудили техническое поражение, а Сербия потеряет три очка и проведет две встречи без зрителей. И обе федерации выплатят штраф по 100 тысяч евро. Ранее сербские СМИ писали, UEFA объявит о переигровке на нейтральном поле. И фанаты уже готовились сразиться друг с другом. Если не на стадионе, то за его пределами. Но UEFA решили не рисковать. Напомню, как и развивались события на предыдущей встрече. Во время игры на поле появился квадрокоптер, к которому на веревках был прикреплен баннер. Говорят, аппаратом управлял брат албанского премьера. Прямо из Випложе. На полотнище карта так называемой Великой Албании, в которую входит часть территории Сербии. На поле завязалась драка. Подключились и сербские болельщики. Судьи матч остановили. Позже футбольные эксперты возмутились. UEFA обычно разводит конфликтующие страны. Не могут играть друг с другом. Россия, Грузия, Россия, Украина, Азербайджан и Армения, Гибралтар и Испания. Но про Сербию и Албанию забыли. Возможно, этим решением UEFA история не закончится. Ассоциация футбола Албании намерена подать апелляцию. Считают, наказали их неоправданно. Наверняка отреагируют и сербы. И вся эта ситуация будет еще долго висеть над головами футбольных еврочиновников. Как тот самый баннер. Кирилл Исеев, Павел Исенко. Центральное европейское бюро. Телеканал Интер. И вот с нами на связи студия Черного Зеркала. Эфир программы Ровнов 21.05. Я соведущий ток-шоу. А вот ведущий программы Евгений Киселев сейчас с нами на связи. Евгений, здравствуйте. Кто из приглашенных в студию уже пришел? А кого еще ждем? Ну, пока что собралась только аудитория. Как всегда, молодая и очень активная. Друзья, поприветствуем зрителей. Ну, вот вы видите. Спасибо за аплодисменты. Гостей пока нет, но они будут в большом количестве. Представители многих политических партий и движений, участвующих в выборах, которые, как мы знаем, уже послезавтра. Так что ждем их в студии и ждем вас, Алексей. Вы будете мне помогать, как всегда. Ну, и давайте напомним зрителям, расскажем зрителям о том, что сегодня у нас эфир до полуночи, ведь сразу после нее наступит режим тишины в этой предвыборной кампании. Что ж, как вы уже поняли, я прощаюсь с вами ненадолго. Закрываем подробности. Я перехожу в студию Черного Зеркала. До встречи ровно в 21.05. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова